Девушки отдыхают Майские праздники, а это означает, что совсем скоро у школьников и студентов начинается череда экзаменов. А чтобы не прийти на выпускной с заплаканным лицом и огромными синяками под глазами, нужно учиться работать со стрессом и эмоциональным выгоранием. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Как распределить свое время и в течение всего дня оставаться продуктивным, расскажут Вероника Туманова и Ксения Моисеева. Сессия, сессия, сплошная депрессия. Как студенты борются со стрессом? Узнаем в нашей рубрике «Топопрос». Куда обратиться за квалифицированной медицинской помощью, если на душе совсем плохо? Расскажет Матвей Туваев. Встал в 6 утра в свой выходной в надежде переделать все свои дела? А ты чувствуешь себя отдохнувшим? Если ты думаешь, что можешь как робот с самого утра активно делать дела, то ты ошибаешься. Не забывай про человеческие факторы. Ведь по статистике самые продуктивные часы с 10 до часу и в 7 вечера. Поэтому просто хорошо выспись и в спокойном темпе делай свои дела. Не забывай, что на то выходное нужно, чтобы хорошо подготовиться к следующей неделе. У тебя много дел, куча домашки, долгов, бытовуха. Как с этим справиться и самое главное, с чего начать? Существует много техник, которые могут тебе помочь. Одна из них – это составление матрицы Эзенхаура. Для начала тебе нужно нарисовать диаграмму. На одной шкале важность дела, а на другой – срочность. Таким образом мы получим 4 категории задач. А, Б, В и Г. Те дела, которые будут в срочном важном, делаем в первую очередь, а остальное по порядку. Лайфхак. Попробуй сделать сначала более сложную задачу, после которой почувствуешь облегчение. И какие-то мелкие дела будут даваться совсем просто. Надеешься, что сможешь отдохнуть в ТикТоке? Наш мозг устроен так, что не отдыхает, пока получает какую-либо информацию. У вас было такое, что вы не слушаете популярную песню, но знаете ее наизусть? Зачем на солнце? На мяку? Это происходит потому, что даже фоновая информация обрабатывается мозгом и остается в памяти. Именно поэтому звук ТВ или радио и прочий информационный шум нагружают наш мозг и не дают ему отдохнуть. Самое простое, что ты можешь сделать, выйти прогуляться, избавив себя от лишней информации. Уже вечер, а ты успел сделать только одно дело? Дай угадаю, в твоей жизни есть только учеба. Разнообразь свои будни с помощью хобби. И, о чудо, время найдется и на учебу, и на любимое дело. А у вас тоже есть друг, который рисует, медитирует, учится, работает, занимается йогой, поет, танцует, вяжет и просто хороший человек. Совсем не обязательно пытаться успеть все и сразу. Расставь приоритеты. Что тебе сейчас наиболее важно и наиболее интересно? Тогда ты будешь меньше уставать и сил хватит на все. Это было в период экзаменов, когда я сдавала ЕГЭ. Что ты чувствовала? Тревогу, непонимание, смятение. Чувствую невероятный стресс. Было действительно тяжело. Мне очень страшно. Я не знала, как с этим бороться. Помогали мои близкие, родные, друзья. Сговоры с другими людьми, с родителями, может быть, само собой. Можно просто отойти куда-то в стороночку и просто выдышать. И вообще лучше всего обратиться к психологу. Ресторан «Раковарня» в Ростове-на-Дону ищут психологов для раков. Специалистам необходимо найти общий язык с раками для того, чтобы подготовить их к варке. Ну а теперь серьезно. Каждому человеку, как и этим ракам, иногда требуется психологическая помощь. На самом деле обращаться к психологу совсем не стыдно. Наоборот, если вы получите психологическую помощь, то ваша трудоспособность увеличится, а активность возрастет. Именно поэтому в сайте КФУ есть психологическая поддержка и телефон доверия. Кстати, все звонки анонимны, поэтому бояться нечего. Также существует много подобных телефонов доверия для получения психологической помощи. Если сталкиваешься с эмоциональным выгоранием, попробуй поработать над этой проблемой с психологом. Праздники прошли, а погода осталась по-прежнему непредсказуемой. То дождь, то солнце. И так на территории всей республики. На выходных ситуация будет примерно такая же. Температура поднимется до 80 градусов, а сопровождаться будет переменной облачностью и осадками. На следующей неделе температура поднимется до 12 градусов по Цельсию. Мы с вами уже совсем приблизились к летнему сезону. И даже кто-то уже начал купаться. Полина Якупова, Диана Атаева, Непогода. Так мы выяснили, что дружеская поддержка, правильное распределение сил и знание того, что ты не один, залог успешной борьбы со стрессовыми ситуациями. Прямо сейчас, справа и слева от вас сидят удивительные люди, готовые вам помочь. В конце концов, в мире 7 миллиардов человек. Неужели вы думаете, что нет никого, кто разделяет ваши идеи? Мы все части большого пазла под названием мир. Каждый из нас важная и необходимая его часть. И в наших силах сделать так, чтобы как можно меньше людей чувствовали себя в нем подавленно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok